друзья привет сегодня серия не покупай гибрид но у нас не гибрид даже а полностью электрокар nissan лиф за и 0 первая модель это самый народный электрокар в россии этих машин завезено и катается по дорогам нашей страны больше чем других моделей тесла следующий лиф это а за и 0 ну и за и 1 это самый последний лиф их вообще буквально единицы в россии потому что цены ну просто космически друзья ну что лифоводы говорят это простейшая машина здесь только электромотор батарея и четыре колеса а есть люди которые просто в ужасе от слова электрокара не просто да вы что в россии нет их не умеют чинить не хватает заряда и вообще батареи стоят космических денег мы приехали к ребятам гибрид сервис и сейчас мы сделаем полное то этого лифа посмотрим что там стоит за батарея и разберемся сложный ли это агрегат это гаджет который если сломался то все и в итоге хоронить либо это реально надежный аппарат давайте разберемся доброе утро мороженное утро начинается на лифте как сюда ехал без печки слушай ну что привезли машину до боли знакомую вам два штуки у вас таких стоит за е0 да тоже да вот в общем я тебе скажу как продавец машин эту птичку боятся все люди даже во владивостоке живущие вот привез сделаем то и нужно ваш эксперт на мне все-таки это сложный гаджет либо это просто как я не знаю как гироскутер просто электромотор батарейка и он едет печка работы вот в общем нужно ваше мнение давай чего начнемся начнем как всегда диагностики у меня есть bluetooth модуль которым люди проверяют когда машину покупают на рынке где-то там с рук так что давай сначала проверим модулем а потом еще но и сравнив показания с вашим планшетом давай то есть можно ли в домашних условиях грубо говоря проверять лифт будет интересно алексей что под капотом вообще происходит у этого гаджета давай начнем что есть что давай смотри принципиальное отличие вот этого самого первого поколения да вот даже от следующего то заявнули здесь получается два контура антифриза и печка здесь работает за счет антифриза то есть антифриз через печку меняется прогреты здесь стоит обычная машина ну да только здесь нет двигателя внутреннего сгорания нагревается стоит внизу под аккумулятором там на лонжероне можно сказать нагреватель нагреватель ну типа как проточный водонагреватель ага есть четырех есть пяти киловаттный там от комплектации зависит в принципе взаимозаменяемого вот одна из больных тем этого автомобиля бывают случаи выходят из строя уже меняли не скажу что там на каждом втором но вот было несколько обращений было несколько случаев когда удалось починить не меняли удалось починить вот если сейчас сделаем что здесь вот из жидкостей до жидкостей там тормозная жидкость антифриз и в редукторе масло все электромоторе там масло не в акпп как бы нету акпп ну редуктор то есть по жидкостям здесь в принципе очень экономно все то есть антифриз там один раз поменял ну масло в этом каждые 30-35 тысяч меняешь и все давай расскажем что и что ну вот понять аккум кстати на еду я вот когда еще с гибридами не был связан вот так вот напрямую я думал что аккумулятор вообще не нужен это что ну типа у него здоровая батарея тебе не нужно оказывается аккумулятор нужен чтобы замкнуть цепь в гибриде ну плюс ты учти что батарея высоковольтная бортовая это электроника 12-вольтовая конечно ей нужен источник питания который заряжает и высоковольтные я вообще ничего не короче в общем я обычно бать я думал ничего не ногой еще смотри какая история на этой машине если этот аккумулятор в ноль сел так вот полосы фори зарядку втыкаешь да он зарядку не берет так и было есть тебе достаточно прикурить воткну там бывает что он в ошибку уходит воткнуть зарядку увидеть что заряд пошел все прикурки убираешь он набьет и ту батарею и аккумулятор так давай дальше пойдем вот это вот что за что это самый электродвигатель электродвигатель что скажешь про него поговаривают в интернетах что крайне надежная штука ничего не ломается требует в обслуживании разу не меняли вот ни у кого не ломался еще поэтому нет статистики даже каких-то проблем насколько помню редуктор меняли один раз на машине которая была в хорошем дтп удар был в колесо то есть там приводом что-то повредило все доктор это трансмиссия до всех лифа да да на ступень 4 сегодня мы будем менять в нем масло и анизу его посмотрим так давай еще что тут у нас вот бачок это чего ну это антифриз бачок антифриз который охлаждает электродвигатель вот этот вот на электродвигатель а вот этот идет печка в блоке вот эти зарядки инвергартом и так далее я понял у него еще ну блок зарядки стоит сзади за сиденьем антифриз до туда тоже доходит а за интересно как нравится эта штука а а минус 15 минус 15 не густо не густо будем меня чтобы когда я посмотрю мне так нравится смотреть ты закрой крышку закрой закрой до конца и прям что-то минус 15 ну да то есть так чем это чревато на гибридах я понял чем чревато может выйти помпа там из строя но аналогично ты думаешь здесь от ремня что ли она работает конечно тут все электро помпами качается плюс ты без печки останешься если она перемерзнет пола за нет надо меня где проверили это печки контур инвертора 2 блока зарядки в электромоторе тут как бы опасно блок который стоит в салоне он тоже охлаждается такой же антифриз и слова контура поменять то есть блок у нас тоже минус 15 были случаи мы несколько раз меняли блоки вот эти которые салоне стоят это редуктор из него выходят привода какие проблемы были в вашем опыте с редукторами у лифов один раз сильно гудел но я говорил про это в начале в колесо дар был колесо там приводом что повредило так в принципе надежный агрегат не было у вас много обслуживается очень лифов ну достаточно в интернетах написано что там что-то частично от жука подходит что-то теиды что-то оригинальное лифов да да ну я точно знаю что рычаги по моему как на жуке а насчет остального просто конструктивно очень похож ага конкретно там мы не сравнивали но вот на своих мы еще стойки меняли ну трубу нас снабжение с на одном ездит он там наматывает плюс мы брали с пробегом побольше стойки поменяли ага сходный материал это вот два которых ваших загадан на одном меняли а второй на штатных через ага да у нас они по два с половиной года я понял есть какие-то болячки по ходовой части с которыми приезжают даницу стандарт жестом дарим то что что-то отваливается у всех нет нет так слушай вот это я так понимаю это защитный пластиковый кожух батареи да там естественно на в металлическом корпусе все днище порядка трехсот килограмм весит она где-то вот такая она прям здоровая да на все днище ага и получается но она литиева элементы там такие литион литион большие такие пласты требует ли батареи обслуживания вот это такого как у приусов конечно нет там нет на ней там вентилятора там охлаждения до который забивается нет контактов которые могут окисляться то есть она в принципе герметичная но проблем как у отлендеров периодически бывает с попаданием она герметична тут ну не было такого что пробой возникал допустим вследствие попадания воды не сам в этом плане отработал хорошо ага то есть если она тебя не беспокоит там но не умерла да ты туда и не лазить ездишь вообще не лазишь до каких-то вам регулярных плановых того она принципе не подразумевает понятно если все-таки требуется допустим вот приезжает лифт к вам говорит ребята батарея кончилась и привозит вам контракт ну либо вы ему там помыпаете где-то сколько стоит демонтаж сколько он займет по времени сложно несложно может ли грубо говоря рукастый механик в каком-нибудь ульяновске или в каком городе где нету он гибрид сервис поменять эту батарею ну опять же все зависит от квалификации механика именно вот с механической точки зрения здесь особо сложно ничего нет главное там обесточить высоковольтные проводации нога остальное чистая механика опять же все зависит от оборудования есть там у него подъемник или он это будет как-то там как бы без подъемника вообще сложно сделать потому что батарейка вниз падает и и там либо что-то подставлять на нее опустить там потом машину подымать а потом будет сложно центровать когда ты новую будешь подставлять и опускаю нее машину вот так в принципе думаю сможет но по времени мы в течение дня это сделаем без проблем даже может быть побыстрее я понял так слушай что заливаем в редуктор какую жидкость опять же мы используем оригинал это мать икс смесен это вот это да такая же льется в епаула на самом деле много заменителей которые якобы перекрывают по допуску но мы как всегда не экспериментируем тут объем заливки то там меньше полутора литров не обнимая дорога она стоит и не так часто меняется слушай если в городе у человека нету nissan а но либо ему во всех этих из того говорят что там не знаю но не могут привести ну в принципе можно залить но не было можно ясно ездят машины как бы приезжали к нам люди со своей мы меняли там разных производителей там уже не вспомню как именно точно разные забивали главное чтобы ну как бы производитель был более или менее известный и чтобы в допуске у него было это масло что он его перекрывает это редуктор там ничего такого прям сверхъестественного нет он по мне лсд ему там не нужно какое-то специфическое масло поэтому если совсем беда с оригиналом я думаю хороший заменитель подобрать не составит труда тесла то же самое ну по большому счету если разобраться по факту как обыватель ты вот садишься за руль но это просто более навороченный гаджет так скажем то есть такая же ерунда запасом входа если то он тебе показывает там 230 миль мы проехали 150 учитывая что ну да мы где-то там поддавали хорошо газку где-то уже поняли что запас как бы уменьшается быстрее чем планировалось начали экономно ездить также там заряжается в рекуперациями работает а в плане механики батарейка мотор там жидкости которые это все дело охлаждают ну все стандартно конечно это электромобиль он не может работать там без охлаждайки ага естественно не должна быть батарейка который разряжается а трансмиссия не знаешь какая в тесла не вдавались подробности даже не знаю как она там устроена не было у нас возможности там на подъемнике посмотрели что-то из подобного да там скорее всего да в этом день на ней покатались сдали обратно прокат взяли парклота то есть грубо говоря nissan в принципе делают бюджетный электрокар то есть тесла это более при велики да и у японцев лифтом одни из первых если не самые первые на на электромобиль выпустили потом там уже пошли аймеев и там она создать и приезжают вот эти аймифы где приезжают но у них у них меньше чем лифов меньше у них там что-то 20 24 киловатта вроде по-моему на первых даже меньше помощь 16 я начну начинали они послали чем лифт были ага ну их просто поменьше да поэтому они их прям у них есть болячки какие-то но что про них скажешь вообще учитывая что не такой большой объем сложная какую-то статистику ну приезжал как-то зарядка не работала это была беда с блоком зарядки ага вот это единственное что помню а редуктор мотор батарея что-то такое основное на батарею ни разу не меняли на таком в редукторе по моему только масло ага то есть каких-то крупных агрегатных замен не было не понял а тесто приезжают обслуживают а где не но я видел пара но сейчас праворуких затягивают битых многие там обходятся в районе миллиона или волна отбиты народом как-то пытается колхозе восстанавливать говорят что в китае очень много есть на нее новых шабашек не очень дорого но как правило такие кулибины сами что-то там строят и сами обслуживают я потому что человек который привык ездить по сервисам я думаю он не повезет себе битву и теслу сам ее восстанавливать не будет соответственно понял вот в общем бюджетная тесла от японцев да друзья очень часто на аукционах лифы продаются без sd-карт то есть японцы их теряют без sd-карт вот смотрите вот сейчас запущу он мне напишет но sd-карт я получается не могу управлять машиной он мне не пишет там расход вот видите но sd-карт и все и мафа не музыка ничего не работает только задний ход ой это что такое не работаю все показатели там и прочее в общем лиф работает на 50 процентов и также лифы продаются без зарядки на аукционах вот и многие люди пугаются этого и не покупают мы говорим своим клиентам не бойтесь мы вам купим зарядку делают китайские зарядки из китая приходят нормальные зарядки то есть они полностью технически идентичные японским сразу же сделаны под российскую розетку заряжают лифы это простейшее устройство и без разницы что она сделана в китае ребят в общем лайфхак 17 тысяч рублей но зато в японии вы можете вот этих малышей покупать намного дешевле вот не бойтесь флешку флешек в владивостоке море их просто копируют но люди научились делать зарядки продаются вот в общем не благодари хотя поблагодарите в комментарии внизу за такой секретик друзья ну что короче продается в dns и ну либо там в вашем найдете в общем в электромагазинах вот такой вот модуль ел м 327 этот под bluetooth он работает только с андроидом есть еще который раздает вай-фай он что-то рублей 300 подороже вот и будет работать с айфонами вот в общем подключается в разъем под рулем и скачивается программа лиф спа и в принципе можно тестировать лифа сейчас проверим так загорелся у нас красненьким так как вывать ребята в общем подключились клиффу загорелась зеленым программа работает тут вот сверху battery стат там а и черт сух там и прочие вольтаж и номер кузова вот в общем здесь показывает сок 68.77 это остаточная емкость сейчас мы попросим ребят обнулить нам лифа он будет нам показывать сок сто процентов мы не с целью амана какого-то мы просто хотим показать что это делается очень просто и покупая тачку в россии вы можете но попасть на нечестного продавца и купить завышенный сок и он у вас упадет за несколько дней там но в свой реальный показатель там типа 60 процентов 68 алексей по результатам диагностики но вот как ты говорил на что вы аккумулятор поменяли да он был дохлый но вот у него памяти прописались ошибочки связанные с этим они все по уходили по остальному но никаких критических нет на вот этом кузове если допустим но отопитель не работает взаимной ошибочка как правило фиксируется здесь все с этим нормально но по поводу сохо 68 87 показывает 68 и 7 то есть принципе для количества делений для года этого автомобиля нормально но вот разница это ли говорит при нагрузке он там еще печку включал до 25 там доходит край но это в принципе нормально но единственное что он еще сказал лучше на разряженную батарейку на проверить тогда если есть какие-то просевшие явные ячейки они на разряде ну покажут себя более отшифровым в принципе у меня те же данные в телефоне что и вот у тебя на бумаге все же анима виталий еще сказал то что если все-таки обнулили палки то вот эти диагностики они не покажут сох то есть ему нужно покататься у него упадет сох вот так что он смотри ты когда задерешь ну искусственно дай мага лишь 12 делений сделаешь он их начнет пересчитывать но вот в холодное время года он делает дольше то есть можно несколько месяцев прокататься пока не у тебя начнут падать то есть это прям большое поле для мошенничества ну на самом деле любой мне кажется здравомыслящий человек понимает что машина этого года она не может быть 12 палками никто не будет перед продажей ставить туда абсолютно новую батарейку и продавать ее в рыночной цене но это бред ты можно купить на этом поколении это прямо все элементарно а он потом как бы палки уронит вот но у нас тем более видео есть у нас есть видео там что никитая здесь честный сок 68 процентов получается смотрите по работам ну диагностику компьютерную сделали бесплатно как всегда тут что у нас замена антифриза масло в редукторе и салонный фильтр заменим вообще все того вышло в 7400 будет его делается раз в 35000 масло в редукторе меняется антифриз меняется там раз 60-70 тысяч либо раз три-четыре года что наступит раньше антифриз 1800 это у нас до 40 там скольки там это стоимость работ это стоимость самих жидкостей то есть два контура антифриза по работе 1800 масло в редукторе работа 500 ну и стоимость самих жидкостей фильтра то есть в принципе очень даже бюджетников сравнении с тем же привоза раз 35000 сделать но тем более антифриз не придется менять через 35000 масло масло поменять будет стоит чуть больше двух тысяч короче воздуха грубо говоря смотреть за воздуха на салоне не воздуха даже нет нет же двигателем да то есть мы экономим вообще экономия по всем фронтам колодки очень медленно с едой на данном экземпляре еще хорошим да очень экономно ребят в общем получился такой выпуск честно говоря без экшена даже как-то не знаю в гибридах что такие-то дроссели игр и все грязно какие-то фильтры там а здесь вообще ну реально нету экшена машина надежно вот ребята до которые чинят постоянно эти автомобили вообще принципе все гибридные то есть у них реально очень много трафика просто все боксы забиты и здесь во дворе стоит много машин на очереди вот алифов нету реально я не видел вообще чтобы в очереди стояли лифы сколько мы раз сюда приезжаем в общем что грубо говоря салонный фильтр раз 35 тысяч масло в редукторе и все ты просто его заряжаешь и все батарею только когда она сдохла ты меняешь ее там сейчас батарейки контрактные стоят от 80 где-то но это опять же я вам говорю за примерно 65 сох до там где-то 80 максимум можно найти вот на такие модели вот то есть от 80 до 120 тысяч рублей вот вроде бы не бюджетно но там вы можете за три года там до отжать эту батарею продать ее с охам 55 музыки нибудь там типа 60 тысяч рублей за 50 купить себе новую батарею еще ездить года два вот поэтому в пересчете все равно выгоднее даже поменять батарею через три года и экономить каждый день потому что электрокар в 10 раз экономичнее чем бензиновая машина вот друзья в общем жду вас комментариях напишите ваш опыт владения может быть ваш сосед по двору там за через дерево там через окно кинул розетку на дерево приколотил ее гвоздями заряжает свой электрокар и на него поглядывает весь двор в общем что ты тут делаешь со своим лифом вот в общем напишите какие-то смешные истории может вы лифовод и напишите что было как вас тянули на тросе забирали на эвакуаторе как вы волнуетесь каждый день в общем у лифоводов всегда смешные забавные истории друзья жду вас внизу в комментариях поставьте лайк подпишитесь на канал у нас еще много будет годного контента пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживания и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля